Новый троллейбус из Минска вот-вот выйдет на городской маршрут. Сейчас специалисты завершают техническое обслуживание и обкатку транспорта. Пока без пассажиров и без бортового номера. Новичок троллейбусного парка отправляется в путь. Троллейбус МАЗ-34 приобретен в конце прошлого года. Транспорт протестировали и за сегодня это уже третий спецрейс. Буквально через считанные дни троллейбус отправится по маршруту, как и все остальные рабочие машины. А пока еще нужно устранить некоторые шероховатости, настроить ходовую для обеспечения плавности, убрать вибрацию. МАЗ-33 – это белорусская модель. Неделя вот у нас уже ушла на то, чтобы проанализировать, какие недочеты в этом троллейбусе есть, устранить их. Сейчас диагностика оборудования, наладка его. Новая техника и электроника, камеры наблюдения, кондиционеры, аварийный автономный ход – еще одно важное преимущество. Это значит, что без штанг троллейбус может ехать на аккумуляторе, как заявлено, до двух километров. Намного удобнее, когда ты можешь объехать пробку, обрыв линии у нас бывает изредка. Где-то нужно, не знаю, вот наводнение у нас было по четверке. Постоянно у нас там летом топит улицу. И очень легко снял штанги и проехал буквально 100 метров, переставил на линию и все, и поехал дальше по другому маршруту, продолжил движение свое. Для работы на новом транспорте проходят инструктаж два водителя. И здесь не столь важен опыт, сколько желание работать на новой технике. Ну, что вам сказать? Комфорт, все под рукой. Вот, я вам покажу сейчас наглядный пример. Видите, меня поднимают сиденья. Что можно сказать еще? Все удобно, все ощущения шикарные. Печки, камеры, как бы безопасность. Городской парк электротранспорта насчитывает 36 машин. 29 из них устаревшие модели и давно нуждаются в замене. Срок их службы более 30 лет. Мастера делают все возможное, чтобы и возрастная техника работала исправно. Минский троллейбус – это уже шестая единица нового поколения. Недавно троллейбусный парк пополнили три современные машины «Трансальфа». Они, кстати, тоже красного цвета.